ДИНАМО Белогорье просил, чтобы пояснил, в чем именно была ошибка. Нам, к сожалению, не показали это на повторе. И вот он, первый темп. Сейчас в составе подают силовую подачу и как на играх, так и в тренировочном процессе. И неоднократно видели уже, что как только переходит команда на такой гибридный планер, испытывают проблемы с приемом. Но у Сергея Червякова это не та подача, которая может затруднить. Поэтому одна надежда у Белогоря на то, чтобы реализовывать свои доигровочные мячи. И вот в последней попытке Илья Власов вновь через центр. Это будет гарантированный успех и затруднительный прием для соперника. Но вот последние две подачи показали на то, что ошибка ошибки рознь. На этот раз брейковый мяч и Белгород плюс три. В начале первого сета. Четыре по четыре. Денис Богдан. Больше, меньше. Удалось приблизиться к москвичам. Роман Брагин все видит, зацепляет этот отскок от блока и пользуется. Пользуется джан тем, что нет у москвичей Либера. Дмитрий Жук находился в защите в пятой зоне. Вот видим повтор этого элемента. Ни единого шанса ни у одного из соперников. Ошибка второй передачи. На чужой стороне. Если в этом матче можно сравнивать по позициям, то Илью Власову часто, полейбольные эксперты, сравнивают с Георгием Заволодником. Как две основные силы в этом амплуа. А в диагональных, естественно, Мухаммед Аль-Хадждаде и Цветан Соколов. Который сейчас справляется с защитой и будет сам реализовывать доигровочный мяч. Потрясающий розыгрыш, мы сейчас с вами наблюдали. Зайнился Динамо Москва. И сейчас концовка первого сета имени капитана московского Динамо. Сейчас такой спорный момент, стоит ли упускать силовую подачу, либо нет. Есть страховка Брагина и Тютюхина. Один на один на чистой сетке. Уже отработанная схема, когда выходит второй связующий Динамо на подачу. Неоднократно это приводило хозяев к успеху. И здесь выпитый прием. Передача в край и время для того, чтобы организоваться на блоке и поставить точку. Она показывает цвета на Соколова, лидер нападения москвичей по итогам первого сета. Восемь очков набрано у болгарского диагонального. Здесь в защите, но спасает Благорин в мяч. Но уже со второй попытки не выстоял Павел Тютюхин. Один на один встречал нападение Ильи Власова. И радовался уже. Был готов праздновать выигранный мяч. И Джан. И вот, вот что бывает. Разводит руками Павел Тютюхин. Показывает, что как только мы справляемся с приемом, дальше у нас на сетке есть Георгий Заболотников и Илья Власов в 2.12, Георгий Заболотников в 2.19. Вот от таких высотов. Было у Белогория седьмое очко. Зря располагается в пустой зоне. В защите. И второй блок Павла Панкова. Блока за партию. То есть меньше, чем один блок суммарно за игру. 2-3 блока считается нормальным. Здесь уже норматив Павлу Панкову выполнен. И один на один Сергей Червяков. Отславливает пайп Антона Семышева. Джан Сенин. Последний. Последний мяч спасает Роман Бурагин. До последнего не выключается Белгород. Но блок Денису Богдану. Вот она началась погоня. От комфортного преимущества в 4 очка у москвичей. Остается только 2 очка отставания. Дмитрий Жук. Отличная была доводка. Два рана в защите. И уже не стал, не дал возможность, кстати, в Брянске Роману Порошину дойти до этого мяча. Нашел вот этот стык между Панковым и Власовым. Но здесь, да, выбитый прием. Быстро нужно сейчас разыграть эту Белгороду мяч. Для того, чтобы не успели все игроки вернуться на место. Но, как говорится, поспешишь. В данном случае получишь ошибку. Так и случилось. Перевороты, перекаты через Бондуна. Зеркальная ситуация с выбитым приемом. Дает возможность Мухаммед Аль-Хадждаде накатом своим сыграть в защите. Розыгрыш достойного аплодисмента за самоотверженную игру в защите страны обеих команд. Сейчас продолжает Антон Семышева направлять свой мяч. Но все-таки Евгений Баранов перекрывать. Большую часть на себя взял либера московского «Динамо». Дмитрий Жук ищет, ищет он еще свою подачу. Но справляется Гологорье. И Мухаммед Аль-Хадждаде прям зол, разозлился. Выбдоприем через Брагина. Есть Тютюхин. Здесь просто перевести. И дать возможность всем вернуться на свои места. Но Павел Тютюхин попросил быстро. Порошин его выслушал и воспользовался тем, что «Динамо» сейчас без либера. Здесь уже и Казатин Брянский отбегал. Мухаммед Аль-Хадждаде застал врасплох защитника московского «Динамо». Илья Глазов извиняется перед Павлом Тютюхиным. И вновь выпитый прием. Но как Денис Бок, он прям нашел джану в защите. Но все равно по этому показателю вступает Павла Фанкова, у которого их пять. Отличная доводка, отличная передача. И тут же есть съем «Динамо». В этом матче, но Чес знает свой главный козырь. 21-20. Идеальная доводка. И снова, снова пайп. Вот какой вид из фото. Не знаю, что все. У него было только восемь передач и пять успешно забитых. Как не старался сейчас Врагин. И как же самоотверженность сейчас не рванул в сторону рекламных панов. Есть смягчение. Роман Порошин. На какие-то считанные миллиметры сейчас рассчитывали. Игроки Белогория не разобрались на передней линии. Вот сейчас все вернулись на свои места. Кому? Денис Бок. Вот он останавливает Мохаммеда Аль-Хадждаде. Выбитый прием. Организованный блок. И на скорости. Пытались организовать контратаку. Госси. Как же борются москвичи. Для них это два сетбола. И вновь. Вновь. Денис Бок. Хотя нам показывает Илью Блазову. Который просит эмоцию и шума у болельщиков. Но точку в этой партии с учетом 25-22 ставит именно Денис Бок. Вот считал Соколов. Вот как началось. Было уже 4 ошибки из 14 подач. А сейчас нажали четвертой партии. Красной линии вынужденных ошибок на подаче. Брянский обычно говорит, что это 20%. И для него это нормально. Он не смотрит. Пока 17,3. Павел Поковский сейчас по итогам 5. Матч является самым эффективным подающим. 57% эффективности у Павла на подаче. Интересная табличка. Чужой мяч. Нет такого просмотра. Здесь все получается. Уже играющий выводит на чистую сетку Павел Поков. И вот как раз Антон Семышев, который до того, как присоединиться к московскому «Динамо» выступал в Белогоре. Но и с его подачи. Гости смогли сняться. Вновь выходный прием. Богдан. Кому? Для Павла Пучихна было самое главное просто оставить мяч в бобере. Но как же не разобрались сейчас. Меня Бласов подзывает, просит привести площадку в порядок. Забрать этот сет у гостей. Есть шанс. Фри-бол. Для Белогория. И им минус один отыгран. Продолжается розыгрыш. Роман Порошин. Заднее нене. Выходящая связка. Нереальное сечение обстоятельств для Белогории. Если можно говорить про госпожу удачу, то в этот раз она точно улыбнулась. И снова 6-1. 6 на боб. Прилетела подача. И второй отыгранный. Мяч 16-18. И тайм-аут. Тютюхин в защите. Неудобно была сейчас передача. Но и здесь вновь Тютюхин. Носоколова. Взрываются трибуны после этого розыгрыша. Здесь действительно есть чему аплодировать стоя. Самоотвежная игре в защите Павла Тютюхина. И вновь выпадет прием. Да, в этом показатель результативности приема сегодня Белгород сильно уступает. 21-23. АПЛОДИСМЕНТЫ Китер. Китер умен и безупречен. Именно такие слова сейчас можно подобрать Павлу Панкову. Целых три матчбола. Видим, как супруга Павла хочет заснять этот момент. Из первой же попытки Денис Богдан под аплодисменты Вадима Анатольевича Павлова ставит точку в этом матче. Денис Богдан.